Всем привет! Сегодняшнее мое видео о растении, которое называется спатофилум. Растение часто встречается в магазинах. Кто не знает об этом растении, сегодня я хочу вам немножко рассказать о нем. Еще сказать, что это растение цветет белыми цветочками. Сегодня, к сожалению, я не могу вам этого показать, но когда оно зацветет, обязательно кому будет интересно, я сниму видео. Итак, это красивый комнатный цветок и свою популярность это растение завоевало своей неприхотливости и за ним очень просто ухаживать. Растение идеально будет подходить для офисов и затененных комнат. Кроме того, это растение очищает еще воздух в помещениях. У него есть еще такое интересное название. В народе его называют женское счастье. И про этот цветок есть такая легенда, что одиноким девушкам он помогает привлечь в дом хорошего мужа, а замужним обрести гармонию в семейных отношениях. Вот такая интересная легенда. Ну, не знаю, насколько это правда, но такая легенда ходит об этом растении. Итак, какой же необходим уход этому растению? Растение это теневыносливое, но при, конечно, недостатке освещения оно у вас цвести не будет. То есть ему подойдет подоконник там, где солнце не попадает, потому что если оно у вас будет стоять на солнце... Сейчас покажу, вот у меня стояло, и немножко, видите, листочки у него попортились. То есть солнца он боится категорически. То есть в теньке, на подоконнике он у вас будет хорошо себя чувствовать. Но обязательно, чтобы этот подоконник был светлый. Это растение не любит сквозняков. Температура ему зимой и летом нужна от 15 до 32 градусов. Любит очень влажность. Значит, полив ему нужен регулярный, потому что это растение является влахолюбимым. То есть у него земляной ком постоянно должен быть влажный. Вода обязательно должна быть отстоянная и комнатной температуры. Значит, подкорка этому растению нужна, чтобы он у вас свел постоянно. Ему нужна минеральное удобрение для цветущих растений. Когда он цветет, во время его цветения два раза в месяц удобрением поливают. Когда в период покоя у него один раз в месяц. Что можно сказать по поводу пересадки? С потефилом получает огромное удовольствие от пересадки. Молодые экземпляры этого растения пересаживают один раз в год. А постарше уже, ну, по мере роста и горшка. Обязательно, когда пересаживаете, берите горшок больше предведущего. И ему необходим очень хороший дренаж. Растение подходит рыхлая и плодотворная почва. Растение, как я сказала, является неприхотливым. Очень симпатично смотрится. Такой красный горшочек ему очень даже к лицу. Сам зеленый, горшок красный. Прекрасно будет украшать ваш подоконник. Или если вы работаете в офисе, то на столе спокойно такое растение у вас будет свисти и расти. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Вас ждет очень много интересных видео. Всем пока и хорошего настроения.